Это снова я, Виктория Лаперёва, специально для Betfair Poker Live in Kyiv. И со мной Илья Городецкий. Сегодня второй день основного турнира. Подходит к концу, как я понимаю, да, вот этот тысячный турнир. Илья, ну вот мы вчера с тобой разговаривали. Как настроение изменилось по сравнению с вчерашним днём? Или всё хорошо? Да нет, настроение не изменилось. Оно и тогда было рабочим, и сейчас рабочее. В общем, в турнире остаётся 17 человек. Я продолжаю участие в турнире. Стэк небольшой, но, честно говоря, игра вот именно с небольшим стэком, когда у меня мало фишек, наверное, моё основное преимущество в турнирах. Я думаю, что как раз вот когда мало фишек, я не допускаю вообще ошибок. И поэтому я чувствую себя достаточно уверенно. Но когда уже вот на этой стадии турнира, очень многое зависит от удачи. Буквально одна-две раздачи могут всё изменить. То есть вот сегодня я это как бы испытал на себе, потому что я начал игровой день с 17 тысячами фишек, и через 5 или 6 раздач после начала у меня было уже 63 тысячи. А затем я перешёл на другой стол, там некоторое время ничего не происходило, а потом я, так сказать, врезался, можно сказать, в стену в лице одного молодого игрока, и буквально в 3 раздачи проиграл ему 40 тысяч из своих 63. А что за игрок? Я его не знаю, и я так понимаю, что он широко известен в узких кругах, то есть никто его особенно не знает, но он играет в таком достаточно оригинальном стиле, и это такое есть понятие в шахматах, я раньше занимался в шахматах, есть такое понятие неудобный противник. И вот именно его стиль, он очень для меня неудобен, потому что, ну, я не буду даваться подробнее. А можно поподробнее, что за стиль? Это такие уже технические моменты, то есть он очень много играет колом до флопа, то есть он уравнивает рейзы. То есть ты поднимаешь ставки, а он не делает ещё подъём ставок, а он просто играет кол. И играет всё время, он всё время уравнивает. А, ну, надо признать, что я такой игрок достаточно агрессивного стиля, ну, то есть я довольно много ставлю, и когда вот меня всё время, что называется, калируют и контролируют, что называется, для меня это очень, конечно, тяжело. Вот. Ну и несколько раз у меня действительно были сильные руки против него, И именно в эти вот два раза он выбросил карты, да, когда у меня ничего не было, он, ну, вскрывал мои там блефы один раз, а один раз, ну, самая тяжелая раздача была, когда у него было два аута на ривере, то есть ему нужно было, чтобы пришел один из королей, и пришел этот король, и, в общем, я проиграл ему еще один большой банк, ну, в общем, в какой-то момент я думал уже, что мне не удастся даже до этой стадии дойти, хотя... То есть парню везет? Ну, конечно, ему складывается, но на этой стадии турнира, я говорю, уже от мастерства зависит, ну, очень-очень, к сожалению, немного, то есть удача выходит на первый план, ну, и, соответственно, те, кто хорошо играли до этого, да, и они имеют некий запас прочности, да, то есть они обеспечили себе, условно говоря, право на то, чтобы проиграть одну ключевую раздачу, А те, кто имеют уже небольшие стейки, для тех вот эта ключевая раздача неудачная обычно становится последней Я так понимаю, осталось 17, да? Да, 17 человек Человек, и совсем немножко, да, призового места, как ты думаешь, мы увидим тебя в числе призеров? Ну, я никогда не загадываю, и я не особенно стремлюсь именно попасть в призовую зону, да, конечно, я буду это учитывать, принятие решений, но любой покерный турнир, структура распределения призовых, она так устроена, что стремиться надо к первому месту, потому что за первое место дают реально крупную сумму, Поэтому если у меня будет там, условно говоря, вариант как-то досидеть до девятого места или рискнуть где-то и, может быть, получить шанс на первое, однозначно я пойду на этот риск, хотя я, в принципе, человек такой достаточно осторожный, но это просто математика и это правильная игра, а я стараюсь все-таки играть правильно Ты будешь участвовать в трехтысячном турнире? Вы знаете, нет, потому что я хочу поскорее отправиться домой, дело в том, что у меня двое маленьких детей, я предпочитаю воскресенье проводить дома, и у меня очень ранний рейс, поэтому в 7 утра я уже хочу улететь домой Здорово, ну что, я желаю удачи! Это был Илья Градецкий и Виктория Лоперева, специально для BetFair PokerLife in Kiev Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова